Мобильная карточная игра «Гражданин-начальник» создана фондом «Общественный вердикт» и студией про социальных игр на Isis. Ранее студия разработала и выпустила игры об общении с полицией, этике технологий и проблеме домашнего насилия. Фонд «Общественный вердикт» занимается делами о пытках в российских колониях и через игровой формат хочет привлечь внимание общества к проблемам тюрьмы и людей в заключении. По сюжету «Гражданин-начальник» — это противостояние зэка и начальника колонии. Пользователь выступает в роли заключенного, который, вероятно, совершил что-то плохое и попал за решетку, либо оказался там по глупости. Ведь в России, как известно, чтобы сесть в тюрьму, иногда достаточно комментария в соцсетях. «Даже не думал, если честно, что за это даже сажают или уголовное дело какое-то заводят. Потом, когда приехали ко мне сотрудники, потом узнал. Вот за это какую-то колонию поселение дали мне». Против «Гражданина» играет начальник колонии. Он ходит первым. Каждый раунд игроки разыгрывают по одной карте действия. Они влияют на здоровье, огласку и уважение, согласно указанным на карте значения. На экране здоровье и огласка обозначены шкалами красного и желтого цветов. Задача пользователя – рассказать всем о нарушениях прав. Чтобы выиграть, зэк должен довести огласку до максимума. Задача начальника – максимально испортить жизнь заключенному. Начальник может, например, лишить зэка посылки от родственников, унизить морально или отправить в штрафной изолятор. Заключенный может обратиться к правозащитникам, сказаться больным, объявить голодовку или связаться с родными. Все карты в игре основаны на реальных событиях. Узнать об этом подробнее можно в приложении и на сайте игры. А в тестировании бета-версии участвовали в том числе и бывшие заключенные. По словам создателей гражданина начальника, вместить всю тюремную реальность в рамки одной игры почти невозможно. Тем не менее, это еще одна попытка повлиять на условия содержания в тюрьмах в лучшую сторону. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал 7 на 7, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Также рекомендуем посмотреть видеообзор, посвященный игре про выживание мигрантов в России. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok